18 ноября 2016 года у нас сегодня все так же канал арт-проготовка программа периферийное зрение меня сергей окунь зовут так давайте начнем тогда с объявлений так у нас немножко скомканное начало бывает ничего страшного на объявление будет 2 и они борт короткий во первых 20 ноября то бишь воскресенье в прекрасном городе волгограде будет проходить прогулки оппозиции в которых будет принимать участие анатолий болтахов приглашает всех желающих и помимо этого там будет участвовать юрий горский поэтому все желающие наши соратники сторонники из волгограда приходите в очередной раз увидитесь пообщаетесь и анатолий вас координирует он в общем то нашим представителем можно сказать волгограде является поэтому сбор в 15.00 на аллее героев у часовни поэтому всех будем ждать это первое объявление и аналогичное объявление по организации прогулок в краснодаре каждое воскресенье в 14.00 сбор на пересечении улицы красного и горького прошу прощения и горького в общем то тоже также приглашаем всех наших соратников из краснодара пообщайтесь увидитесь данный у нас сегодня в общем то такой определенный дебют состоится не только нового микрофона который не заработал но и нового с ведущего который я надеюсь заработает лучше чем микрофон зовут его евгений евгений поздоровайся добрый вечер перейдем наверное к новостям у нас сегодня еще будет гость которого мы буквально через несколько минут выведем в эфир и гость будет с очень интересной информацией первая новость да появилась информация несколько дней назад мы еще на вчера в общем-то говорили о том что в в чате нам об этом писали мы не знали о чем шла речь но если коротко его сейчас более подробно мы с нашим соратником об этом поговорим если коротко то ночью с 10 по на 11 ноября на энергоблоки номер 6 произошла на какая-то внештатной ситуации будем ее пока называть так вот здесь пишут о том что произошел взрыв но мы пока не знаем что там произошло произошла внештатной ситуации за которой отключили энергоблок 6 на воронежской атомной электростанции и вот сегодня у нас по скайпу наш сторонник станислав из воронежа которого вы уже могли видеть это один из организаторов и участников проекта револьвер тв канала револьвер тв сейчас мы с ним попытаемся связаться и вывести его к нам в эфир собственно с ним будем разговаривать с ним будем разговаривать на тему произошедших событий в воронеже что же там действительно на атомной электростанции случилось так сейчас мы технический момент со связью решим и вы все увидите нашего сегодняшнего гостя повисло к сожалению это ожидаемо так стас ты слышишь нас слышишь замечательно пошло замечательно так вот у нас станислав вот у нас его звук сейчас мы сделаем так что так тебя пока не слышно но я сейчас это исправлю так попробуй скажи нам чем хорошее так ну что слышно меня стало замечательно можно вещать да здравствуй привет да ну в общем то вопрос я сегодня уже озвучил представил скажем так рассказывает нам о том что у вас там какая-то невероятная катастрофа произошла в воронеже ну во первых я рад видеть что ты у нас без лишних глаз без лишних носов и каких-то конечностей которые могли появиться расскажи в общем то что что знаешь что слышно в вашем городе вообще ну во первых я сегодня провел личное расследование и снял репортаж то есть я достал значит вот эту штучку это дозиметр значит выпросил выпросил камеру цифровую съездил с товарищем сняли репортаж но сегодня к сожалению не смог представить нам надо сверстать все что мы снимали из камеры с видеорегистратора в моей машине значит мерил я радиационный фон и в воронеже и в ново воронеже традиционный фон на уровне 12-14 микрорентген в час там в разных местах разный был самое большое по моему мы замеряли 21 микрорентген в час но это в зеленой зоне то есть в пределах нормы по поводу значит внешний осмотр сделали энергоблок никаких там разрушений нету я думаю если что-то там обрушилось то внутри кстати вот на заставке у тебя которая там на станция была это воронеж-1 авария произошла на воронеж-2 это более современная станция так называемая постфокусимовская там две гигантские градильни вот то что у тебя на картинке было это маленькие градильни по сравнению с теми значит воронеж ну а с-2 называется на воронежской там две градильни три реактора сама авария произошла в не в реакторном цехе а там где стоит турбина и турбина состыкуется как это называется так блин сейчас начинаю вспоминать ты не подскажешь мне не знаешь в это обычно из физики мы учили то есть турбина с чем она следующее соединяется там генератором генера не не генератора еще есть не смог бы я работать на атомной электростанции к сожалению вот нам в чате подсказывают генератор но нет генератор ладно в общем потом вспомню по ходу дела скажу в общем то фиговина который который присоединяется сами вот эти лопатки как его назвать ротор ротора да сами ропат лопатки ротора и в общем там же трение происходит и надо постоянно охлаждать туда ведут сразу четыре насоса вот что-то какой-то сбой дала то ли систему управления то ли что-то с насос 8 насоса начали лить больше воды чем надо залили ну вот этот условно назовем его генератор но это не немножко верком по-другому а по-моему редукт редуктор что ли называется в общем как-то так залили естественно там произошло обычное короткое замыкание но если обычное короткое замыкание квартире допустим сопровождается легким каким-то хлопком на атомной электростанции где напряжение от миллиона наверно вольт и ампер и все измеряется каким-то сумасшедшими цифрами то это выглядело как взрыв там реально бабахнуло люди слышали то есть делать со своим товарищем общался он не слышал никаких взрывов и прочих вот ну другие слышали то есть какие там поблизости дома то есть действительно у кого-то там сигнализация сработала в общем бахнуло конечно людей напугало которые поблизости там проживают находится вот но по факту выброса радиации конечно никакого не было это был не в реакторной цепи то есть потому что сам характер происшествия был вне его но вот эта фиговина я как спросил как мне объяснили это что-то гигантское массы 400 тонн то есть теперь чтобы запустить этот ротор то есть там надо разбирать купол вот этого самого здания то есть все это доставать все это чинить там какие-то баснословные суммы все это будет стоить то есть в общем-то это произошло элементарная поломка скажем так но она просто вследствие того что масштабы большие самого предприятия то она очень требует дорогостоящего ремонта иду очень дорогостоящего то есть представь это разбирать здание пола пола данного не поздай на какую-то часть здания надо разобрать заново этот купол и железобетонных этих конструкций вот его сейчас разбирать потому что физически это извлечь через какие-то ворота невозможно это такая большая фиговина насколько я понял что только частичная разборка здания ну и масса 400 тонн я даже не представляю это не то что краном это на каких-то рельсах надо выкатывать через на стену разберут рельс проложат выкатят новую закатку то есть что-то там нереальное вот ну и по сути это короткое замыкание произошло из-за неисправности в системе насоса да ну я правильно понимаю что вначале ты сказал что сегодня такое собственное расследование провел и замерил дозиметром показатели то есть они были в норме правильно ну да тут он сейчас выключен кстати могу включить он на камеру покажу как выглядит то есть вот сейчас она активируется у меня там надо ждать он как бы сейчас он еще в процессе но вот он допустим начинает мерить традиционный фон и потом он когда показывает вот ну это вот он показал сейчас 29 рентген в час у меня в квартире но это неправда это просто он лишь уже уже 16 надо дать время ему подумать скажем так то есть когда он закончит мерить но я вот у себя хмире у меня 9 рентген час квартире нормально то есть вот это нижняя строка написано там традиционный фон в норме то есть принципе нигде мы там не нашли либо был традиционный фон превышен до превышен то есть в процессе отмеряли все это фиксировали на видео то есть фиксирует причем мы в лес заехали там фиксирует ну потому что как меня научили им пользоваться надо приложить лучше к земле там грунт впитывается там либо к стволу дерева там нижней почвенной покров или там где растительность внизу травка то есть где только не мерил по сути везде ну пределах 12-14 микролинген час это норма да ну в общем-то благодарим тебя что внес такую ясность скажем так данную ситуацию потому что средства массовой информации вообще молчат об этой истории а вот средства массовой информации зарубежные но в частности украинские при всем моем уважении к украинским сми они в общем-то представляют как уже совершенно ужасную историю что у вас там четырехногие люди ходят уже буквально сейчас по воронежу вот и пора нам всем в общем-то катапультироваться отсюда не это это привлечение слухов то есть ничего такого нету гораздо более серьезная проблема у нас тут существует радиус поражения который будет побольше чем от какой-то там аэс принципе вся россия пострадает это добыча у гмк никеля хапре потому что люди которые всем разбираются думать ну что ну да будет там какой-то никель на самом деле люди ребята которые занимаются сегодня потом я фото вячеславу предоставлю просили передать там в общем сегодня был митинг я участвовал наш ребят тоже от подготовка воронеж принимали участие кто смог прийти под лозунгом ничто не забыто потому что угроза мы считаем это угроза для всей россии почему сейчас объясню потому что добыча никеля она связана с скажем так проникновением глубину земли разработкой грунтов и там помимо самого никеля содержится куча всяких вредных веществ элементов и например если в условиях тундры где норильский никель находится радиус этой линзы так называемые поражения 200 километров то в наших широтах этот будет 400 километров радиус поражения то есть это практически до тульской области от воронежа дойдет на юг там до лугограда саратов зоне поражения до что дальше самара тольятти до украины дойдет до харькова до луганска в ту сторону но более того что скажем так вредный примесь там река хопер которая на сегодня является самой чистой рекой европы признана официально юнеско она будет вот эти вредные скажем выбросы из нее идут дон дон идет значит на юг россии краснодарский край где наполняются арки растительные из которых вода берется для морошения полей то есть это еда продукты питания которые там же еще на астрахани идет там бога донской канал то есть проще говоря там где в россии добывается нам 80 процентов сельскохозяйственной продукции растительным том числе они будут поливаться рожаться вот этой вот зараженные всякие том числе радиоактивными элементами водой из-за того что вверх по течению здесь будет вестись добыча ну и представляю что это вообще для здоровья россиян в целом для россии для я сейчас говорю россиян умышленно потому что для всех то есть вообще до находящихся на территории россии не только русские то есть это я считаю вот это как раз проблема очень серьезная и более глобальная даже чем не более глобальной нет конечно но сопоставимо серьезная и она происходит сейчас то что умышленно идут ведутся разработки слушай но это очень интересная тема я думаю что мы еще с тобой тогда договоримся о каком-то дне выделим побольше времени может быть то был репортаж об этом митинге всем будет есть люди которые будут более грамотно чем я расскажут угрозу врачи и медики то есть вот у нас есть врач знакомый микроэлементолог который там в вооруженных силах долго время служил пусть именно это войска биохимической радиоактивной защиты то есть как спасаться население он очень много знает о вредностях и по своей профессии потом он на гражданке работал именно в сфере ликвидации ч.с. чрезвычайной ситуации то есть как спасать людей какие угрозы могут нести и он еще тогда в те времена знали это то что здесь никель и знали еще не на со времен стали но есть документы запретившие добычу потому что это несет угрозу жизни здоровью две трети населения страны давай с тобой тогда отдельно как-то посвятим времени в общем-то для этого обсуждения может быть пригласим кого-то еще из твоих наших сторонников из воронежа и в общем-то отдельно тогда на эту тему пообщаемся а сейчас благодарю тебя за в общем-то детальный анализ произошедшего на воронежской атомной электростанции действительно может быть на каком-то скажем так профанском до уровне но все же ты нам ясность внес потому что информации было то что да кстати наш соратник работающий на этой станции сообщил подруга тогда большое спасибо этому соратнику за содействие пока все пока удачи так сейчас мы значит приведем в порядок все технические моменты так но возвращаемся к новостям большое спасибо еще раз нашему соратнику из воронежа который нам действительно такую уникальную информацию предоставил потому что действительно средства информации нигде даже вот на таком может быть приземленным скажем так уровне но все равно не описывается что же в воронеже произошло но вернемся к новостям сегодня у нас наверное будет эфир подольше потому что новости действительно много и вы нас вам вы нам их присылаете и не хотелось бы их в общем-то откладывать еще дальше поэтому давайте перейдем к классическому формату программы спасатели потушили пожар на петербург в петербурге на ижорской турбимон заводе в колпино да но в общем то есть интересность интересность данной ситуации в том что мы говорили о том что будут сейчас происходить пожары и вообще чрезвычайные происшествия ну в частности я говорил о пожарах но даже я сейчас вспоминаю когда я впервые об этом сказал я подразумевал что помимо пожаров могут быть какие то другие чрезвычайные на происшествие на заводах на предприятиях то есть уже вторую неделю идет вот эта волна и кстати ситуация в воронеже она тоже под это может подпадать. То есть мы об этом сказали еще недели-полторы назад, когда впервые был пожар в Татарстане. Это было примерно две недели назад. На НПЗ там произошел взрыв и говорят, что там тоже было, в том числе и погибшие были, тоже там так все это опутано слухами, скажем так, и домыслами. То есть информации очень мало. Я тогда сказал, что будут продолжаться, сейчас пойдет волна. И это уже, наверное, я не знаю, может быть, второй десяток всевозможных пожаров и чрезвычайных происшествий на предприятиях, заводах и в том числе достаточно крупных. Помним, как обрушилась крыша на оборонном заводе не так давно в Екатеринбурге, если я не ошибаюсь, да, примерно неделю назад там тоже погибли люди. Поэтому вот не могу сказать конкретно по данной ситуации Буркли продолжаться чрезвычайное происшествие на предприятиях. Но вообще все предпосылки для этого есть. Потому что, конечно, состояние и в том числе зданий, в первую очередь зданий, да, то есть техническая безопасность, мест, на которых люди работают, она под очень большим вопросом. И зима, она всегда вот оголяет такие проблемы, скажем, да. И снег выпадает, и температура падает. Включают котельные, которые там строились в 20-е годы, 20-го века, и которым уже скоро 100 лет стукнет, да, и ремонтировали их, наверное, последний раз, когда еще Сталин был жив. Поэтому будут, к сожалению, скорее всего, продолжаться такие случаи. Власти Калининграда намерены выставлять на продажу название остановок. Очень интересная тема, и вот все почему-то начали ее критиковать, эту инициативу. А мне она очень понравилась. Я считаю, замечательная идея. Конечно, это внесет очень большое количество сумбура, причем даже власти говорят о том, что будут продавать на определенное время, а потом будут возвращаться к предыдущим названиям. То есть неделю остановка называется там имени Окунева, потом она будет опять называться там площадь революции, потом опять имени Окунева. Но как-то это очень странно. И причем тут вот власти говорят, что не подвергнутся к политическим провокациям, и предложение назвать за деньги какую-либо остановку или улицу именем Владимира Жириновского чиновники отвергли. Ну, я не знаю, как насчет имени Владимира Жириновского, но вообще вот нашим соратникам из Калининграда я предлагаю назвать какую-нибудь остановку. Но если не именем Мальцева, это как-то неправильно при живом Мальцеве называть именем Мальцева, но какое-нибудь интересное название, я думаю, мы с удовольствием придумаем, и давайте скинемся и назовем остановку там, не знаю, остановка хунтистов пятого дня, как-нибудь. Нет, но придумать какое-нибудь забавное оригинальное название, и причем такое, чтобы оно было завуалированное, чтобы люди не поняли. Ну, хунтистов пятого дня не разрешат, ладно, какой-нибудь, давайте подумаем, устроим конкурс и проплатим одну остановку в Калининграде имени вот нашего движения какого-нибудь. Интересно, если дальше пойдет с именами улиц, площадей, да, не только остановок, переходящие делать, то есть выбирается самая плохая улица, самая неубранная, разбитая, называется именем губернатора, и соответственно там делаем, и потом переходящие. Это очень, нет, шутки шутками, это очень интересная тема, то есть можно какие-то такие провокационные, да, делать, то есть вроде как ты никого не оскорбляешь, а такую определенную провокацию делаешь, это очень интересная мысль, а вообще вот если про улицы говорить, у меня всегда это, таким вопросом возникало, вот в Саратове есть огромное количество улиц, которые называются безымянные, которые называются какой-нибудь там, я не знаю, сельский тупик, то есть совершенно бескреативно и, ну, как-то вот посредственно называют, однако есть огромное количество людей, именем которых можно было бы назвать улицы, без шуток, да, это огромное количество героев, которые никак не увековечены, вот банально в Саратове нет улицы Гагарина, представляешь? Нет, в Саратове улицы Гагарина, и никому не приходит в голову какую-нибудь улицу назвать улицы Гагарина, но про улицу Булгакова мы слышали, хотели Сака Иванцити переименовать в улицу Булгакова, тоже что-то дальше разговоров это не пошло, но посмотрим, как в Халининграде будет это реализовываться. Чиновники Красноярска предлагают горожанам, мерзнущим на остановке из-за нехватки транспорта, дождаться потепления. Вообще это хорошая тема, то есть на всю волю божью, я не знаю, антикарикальная шутка такая, но тем не менее. Ну вот следующая новость у нас власти Татарстана, в Татарстане, их чиновникам хотят пожизненно предоставить автомобили, то есть ну правильно, им мерзнуть на остановку как-то не по чину, но вообще как-то противненько это все, конечно. То есть мы слышали, как в Екатеринбурге проходит молебен, в котором принял участие, не в Екатеринбурге, пардон, в каком-то другом городе, вот забыл в каком, я говорил об этом в передаче, проходил молебен за то, чтобы прекратил идти снег. Туда пришел губернатор и сказал, вот не справляемся мы со снегом, поэтому вот я пришел свечку поставить, чтобы перестал идти снег, молебен за прекращение ненастья погодного, да. А тут вот тоже говорят, что ну наверное когда-нибудь наступит весна и в общем-то дороги чистить вообще не нужно будет. По морям разработают памятку по распознаванию экстремизма в интернете. Да, с таким предложением у нас, как всегда, выдвинулись общественники, общественники и их поддержали в общем-то администрация губернатора и правительство Архангельской области. Про Архангельскую область идет речь и тут в общем-то сообщается, как жутко мы живем и в общем-то по данным УВД в Архангельской области в 2014 году в регионе была пресечена деятельность трех групп противоправных, которые организовывались в социальных сетях. А в 2015 году уже четырех, вот я аж по люстре решил ударить ради такого повода, но в 2016 наверное там восьми и так далее. Но вообще мы говорили о том, что всевозможные отделы УВД, которые специализируются на всевозможных там экстремистских группах, но вот какие экстремистские группы могут быть в Архангельске? Ну там нет никаких ваххабитов, это очевидно, но я имею в виду реальные экстремистские группы, какие террористы в Архангельске? Ну естественно никаких нет, поэтому чтобы оправдывать существование вот всевозможных этих центров Э в Архангельске, нужно ловить каких-то школьников, пенсионеров, кого-то, кто какой-то репост там сделал, лайк и так далее. И мало того, что их ловить, нужно еще это всегда увеличивать. В 2014 году мы поймали там три каких-то противоправных группы, в 2015 четыре, в 2016 восемь и так далее. Поэтому это будет продолжаться такая палочная система в общем-то в лучшем виде. Заголовок. Однополые существа. Родители требуют отставки вице-мэра Волгограда после оскорбления юных танцов. И вот тут я не понял абсолютно ничего. Родители, в общем-то, проходил визит в школу бальных танцев, в котором участвовал, значит, вице-мэр Волгограда, новый избранный. И, в общем-то, во время этого визита он пообещал закрыть учреждение и назвал мальчиков, которые занимаются этим видом спорта, однополыми существами, которые крутят попами. Сам чиновник считает, что не оскорбил. Никого сказал, что, в общем-то, этим мальчикам недалеко до гомосексуализма. И таким образом, в общем-то, он оскорбил как детей, естественно, так и их родителей. Родители выступили с требованием, значит, вернее, создали петицию на сайте Change.org с требованием отставки вице-мэра. Но вот мне больше всего в этой истории нравится, как сам чиновник. Он считает, что никого не оскорбил. И вот его прямая речь, вот я говорю, вот здесь я не понял абсолютно ничего. Прямая речь Анатолия Амельченко, вице-мэра. Меня спросили, нравится ли мне бальные танцы. Я сказал, что нет. Любой танец должен быть основан на гендерных взаимоотношениях. А здесь мальчики отдельно, девочки отдельно. Они не взаимодействуют, не пересекаются взглядами. Кроме того, дети в своих костюмчиках и прическах похожи на взрослых. Мальчики ходят с прилизанными прическами и оттопыренными попками. Это прямая речь. Мне это не нравится. Вот вообще, судя по его комментариям, ему это как раз нравится. Я не запрещаю эти танцы, не говорю, что они отвратительны. Просто это не по мне. И вот тут я ничего не понял. Либо я знаю какие-то другие бальные танцы, в которых мальчики танцуют с девочками. Либо Анатолий Амельченко ничего не понимает в бальных танцах. Вот я точно ничего не понимаю в бальных танцах. Но он, видимо, понимает, что это еще меньше, чем я. Конечно, ситуация глупая. Вот тут просят его там и посадить, и уволить. Но мы понимаем, что никто его, конечно, не уволит и уж тем более не посадит. Но я предлагаю ему очень хорошую меру пресечения ответственности. Знаешь, какую? Заставить его танцевать в бальные танцы. Это же очень здорово. То есть он должен извиниться. Извиниться каким образом? Он должен прийти к этим детям и сказать, ну вот я ничего не понимал. Ему там дадут красивую девушку, какого-нибудь инструктора. Да, и она ему какие-нибудь движения покажет. Он скажет, да, классно. Вот девочки, я дурак, я ничего не понимал. По-моему, это классно. Вот это было бы здорово. Он бы вышел с честью из этой ситуации. Ну да, над ним бы там пар жарит, что он криво танцует. Но он бы вот по-мужски себя повел. По крайней мере, какое-то лицо он сохранил бы. Ульяновский губернатор вступил в гибридную войну с пятой колонны. Да, ну вот жители Ульяновска, наверное, все думают, чем же занимать их губернатор. А он воюет. И воюет он ни много ни мало за советскую школу. Вернее, воюет он не сам, а существует движение работников ульяновского образования, которое называется за советскую школу. И вот это движение, значит, выступило с идеей проводить уроки политпросвещения. Уроки политпросвещения в школе. Но вот эксперты считают, что принесение в многопартийную систему советского прошлого невозможно. Побойтесь бога, эксперты, вы о чем говорите? Какая многопартийная система? То есть вот эти эксперты реально считают, что в школах будут проводить политпросвещение на тему партии Парнас, на тему партии Яблоко, хотя бы на тему партии КПРФ, там ЛДПР. Конечно, нет. То есть здесь точно такая же монопартийная система, как и была в советское прошлое. И сейчас все эти уроки политпросвещения, они по сути также и проводятся. Мы видим, как приходят всевозможные депутаты от «Единой России» в школах, как раздаются учебники от «Единой России» в школах и так далее. То есть ни одна из других партий не имеет никакого доступа к образованию и к образовательной системе, кроме как «Единой России». Это очевидно. И вот сегодня мне тут тоже очень понравилась прямая речь. Одно из организаторов вот этого движения, значит, она заявляет следующее, прямая речь. Сегодня школа является базовым инкубатором по производству адвокатов и экономистов, в которых не нуждается ни страна, ни тем более Ульяновский регион. То есть нужно... А, да-да, значит, она является директором Ульяновской гимназии номер 44. Вот эта женщина, которая это заявила. А как ты думаешь, что она предлагает вместо адвокатов и экономистов? Трудяк. Трудяк. Это было бы логично, но трудяги в нашей стране тоже не нужны, поэтому она, значит, открыла в своей гимназии номер 44, профильные полицейские классы, где с детства готовят юных сотрудников УМВД. Ну, правильно, то есть стране нужны вертухаи, проще говоря. Не нужны нам ни экономисты, ни юристы, нужны вертухаи. Трудяки тоже не нужны, потому что трудиться негде. А вот вертухаи, это всегда, в общем-то, в почете, скажем так. Нижегородского бухгалтера заподозрили в похищении детских пособий. Да, ну, классическая история, миллион рублей якобы там похитили, возбудили уголовное дело по статье мошенничества. Жалко мне этого бухгалтера. Вот кто-то, может быть, со мной не согласен, но, конечно, вот это такая анекдотичная ситуация на тему того, что, ну, побудьте богу, какие бухгалтеры что-то решают. То есть это, конечно, они решают 0,5%, а все остальное решают директора. И анекдоты из разряда «ищем бухгалтера с опытом работы 3 через 5 лет». Вот, в общем-то, это как раз отсюда, да, то есть 3 года работаешь, 5 лет сидишь. Поэтому я не против, там, может быть, украли какие-то деньги, может быть, бухгалтер это покрывал. Вопросов нет. Возбудили мошенничество, она в этом участвовала, она должна сидеть. Но, как минимум, должны быть привлечены, в общем-то, ее руководство. Я очень далек от мысли, что они там вот так вот с закрытыми глазами сидели и не знали, что делает бухгалтер. Очень далек от этой мысли. Я продолжу. Кто-то к нам ломится. А в Челябинском детском саду подавали суп с личинками пищевой моли. Это, кстати, опять-таки то, о чем мы говорили, вернее, то, о чем говорил Вячеслав Вячеславович. Я не буду себя к его заслугам, скажем так, приписывать. Говорили о том, что, в общем-то, сейчас и в школах, и в детских садах резко уменьшается количество нормальной пищи. Нормальная, вообще, вот, как бы система питания в образованиях, она ухудшается. И вот сейчас, я так понимаю, что в ходе какой-то проверки в детском саду Золушка, в общем-то, выяснили, что еду подавали с насекомыми. А вот оренбуржцы могут присоединиться ко всероссийской акции. Вот интересная акция, ну, это классическая уже, скажем так, акция. Водители транспортных средств выступают против повышения цен на бензин. В частности, 25 декабря в 12.00 автомобилисты всей страны устроят акцию протеста. Об этом заявили. Но вот в первую очередь, что хочется сказать? В первую очередь, хочется сказать, что я слышу об этой акции протеста впервые, хотя ежедневно мониторю и оппозиционные средства массовой информации, и социальные сети. И вообще, в целом, занимаюсь, в общем-то, работой с информацией. И даже если я об этом узнал только что, то я думаю, что большинство автомобилистов об этом не знают вообще. И в этом, к сожалению, основная проблема. Вообще, любые акции протеста, и мы сейчас дальше об этом поговорим, чем они должны представлять угрозу власти в первую очередь. Возьмем, например, тот же самый Платон, движение антиплатона. Они представляли угрозу власти тем, что они устраивали многокилометровые пробки, закрывали движение и в Москве, и на трассах, и они действительно вот такой геморрой власти создавали. Если в данном случае оренбуржцы или жители других городов смогут соорганизоваться, устроить, в общем-то, по аналогии акцию протеста, и вот планируют ровно на час остановить свои автомобили прямо посреди дорог, то это будет очень здорово. И я думаю, что если такие акции будут проходить регулярно, то смысл, может быть, в них будет. Но вот, к сожалению, как показывает практика, я предполагаю, что в этой акции поучаствуют в лучшем случае несколько десятков активистов из Оренбурга или из других городов, а в остальном они, в общем-то, останутся незамеченными. Вот когда это приобретет массовый характер, и когда, в общем-то, будут проблемы именно с тем, как решать этот вопрос, да, то есть у власти будут проблемы, тогда будет смысл. В Обнинске пройдет пикет в поддержку Трампа. Да, очень хорошая новость, то есть где-то борются за права автомобилистов, а где-то борются за права Трампа. Но вот там пройдет пикет, значит, примут участие до 40 человек, я так понимаю, что, значит, подали заявку в администрацию Обнинска, и ее уже, в общем-то, согласовали. Я вот так подумал, это очень хорошая тема. Но вот те, кто устраивает этот пикет, они, наверное, не очень понимают, кто такой Трамп и чем он занимается, но, мне кажется, очень было бы неплохо провести в Саратове пикет в поддержку Трампа. Я бы с удовольствием провел в Саратове пикет в поддержку Трампа. С лозунгами «Трамп введи новые санкции». Он же говорит о том, что сейчас будут вводиться новые санкции. А, значит, председатель правительства Трампа говорит о том, что будут ставить новые зенитно-ракетные комплексы на границе России. То есть это же тоже в поддержку Трампа. То есть вот с такими лозунгами можно выйти. То есть ты же приходишь в администрацию, говоришь, я хочу провести пикет. Мне что скажет Павел Грищенко, который смотрит наши передачи? Павел Грищенко, что ты мне скажешь? Что у нас там какие-то работы по благоустройству города и так далее. Я скажу, не, Паш, погоди, я в поддержку Трампа. Вот, и тогда нам все согласуют. Ну как, в поддержку Трампа это почти как в поддержку Путина. А мы выходим потом с плакатами, там, введите новые санкции, там, даешь Искандеры, не Искандеры, там, даешь какие-нибудь, там, F-16 на границе с Россией. По-моему, очень здорово. Трамп, только ты в подъездах не ссы. Да, Трамп, только ты в подъездах не ссы. Можно какую-нибудь панихиду по Обаме провести. В общем, это веселье, забавно. А вот в Иркутске прошел пикет в поддержку незаконно уволенного за политические взгляды преподавателя ИСТФАКа Иркутского государственного университета Алексея Петрова. Я хотел несколько дней назад рассказать об этой истории. Заключается она в том, что движение НОД, небезызвестное нам, написало кляузу на одного из преподавателей на тему того, что он посещает всевозможные оппозиционные мероприятия, а значит, он агент Госдепа, значит, посланник Обамы, и там чему-то нехорошему учит детей. И, к сожалению, действительно, без иронии, к сожалению, на эту провокацию, очевидную провокацию, поддалось руководство, в общем-то, университета, госуниверситета, и преподаватель был уволен. И вот сегодня его ученики вышли на акцию протеста, и, в общем-то, в поддержку уволенного преподавателя. Очень мне понравились лозунги, я вам обязательно их покажу, вот такие фотографии. НОД ГОВНОД. Очень хороший лозунг, очень мне нравится. Главное, с глубоким смыслом. И вот такая еще фотография. Петров Наш, и зачеркнута буква А, и написано Я, Петров Няш. Забавно. И вот, в общем-то, пример таких нормальных, в хорошем смысле, активистов, студентов, которые... Я думаю, что у этих студентов будут проблемы в госучреждениях, в котором они учатся, но они не побоялись выйти поддержать своего преподавателя. Они, в общем-то, заслуживают уважения. Гораздо большего уважения, чем те, кто за какие-то зачеты ходят на митинги «Единой России» или за кашку. В Петербурге священники провели одиночные пикеты против статьи УК об оскорблении чувства верующих. Да, это вот еще одни активисты, которые, безусловно, требуют, в общем-то, уважения, да, и кем бы они ни являлись, так или иначе. Вот я хочу зачитать прямую речь одного из участников этого мероприятия. Я не согласен с самим фактом существования этой статьи. На мой взгляд, она прямо противоречит известному евангельскому высказыванию «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». В этой ситуации не нужно дополнение в виде законов, сказал, в общем-то, епископ апостольской православной церкви Григорий Михнов-Войтенко. Но вот я вам хочу показать, во-первых, фотографии этих людей. Вот с такими плакатами они вышли. И я, если честно, удивлен, почему представители, в общем-то, такого течения православия, как, так она называется, пардон, не запомнил, апостольская православная церковь, почему представители этого течения понимают, в общем-то, что чувство верующих защищает Господь, а не уголовный кодекс, а представители всевозможных других религиозных течений. И, кстати, не только православных. Почему? Здесь же речь идет о защите прав верующих. То есть и мусульмане должны выступить с протестом. Но я вот далек от мысли, что кто-то оскорбит Аллаха, и какие-то мусульмане подадут на него в суд, чтобы его привлекли к уголовной ответственности. Но я думаю, что его встретят где-то у подъезда, да, как это часто происходит. И ИГИЛ, как правило, не подает в суд на Шарле и Бдо за карикатуру с, в общем-то, пророком, да. Вот такая еще фотография. Чувство верующих оскорбить невозможно. И вот такая фотография. Безусловно, требуют уважения эти люди, которые, в общем-то, вышли с такими, казалось бы, очевидными лозунгами, но с которыми боятся сейчас выходить почему-то представители других православных, и не только православных, христианских и вообще религиозных течений. Но нужно пояснить, в общем-то, о ком идет речь. Речь идет о катакомбной церкви. Вот мы только сегодня узнали о ее существовании, к сожалению. Хотя она нам очень понравилась. Катакомбная церковь – это собирательное именование тех представителей российского православного духовенства, которые, начиная с 1920-х годов, в силу разных причин, перешли в нелегальное положение, отвергнув после 1927 года подчинение митрополиту Сергею и находившихся на антисоветских позициях. То есть, в общем-то, это те христиане, которые, скажем так, не стали сотрудничать, что ли, с коммунистической властью и остались, в общем-то, в подполье. Но есть очень много критики этих современников, скажем, да, этих христиан. В частности, вот на Википедии есть такая формулировка. Русская катакомбная церковь истинных православных христиан. Это малочисленная, неканоническая, незарегистрированная, ультраправая, экстремистская организация. Некоторые исследователи определяют ее как псевдоправославную секту. И в основной ритуал группы введено поклонение святому Гитлеру, который для этого случая изображен на соответствующей иконе. Ну, в общем-то, враг моего врага мой друг, потому что пишут такие рецензии, назовем их так, безусловно, сотрудники РПЦ, это очевидно, но так или иначе, да, сторонники РПЦ. Поэтому я не знаю, что это за, в общем-то, движение, да, что это за церковь, в кого она верит, но, по крайней мере, я вижу, что там есть относительно хотя бы уважаемые люди, которые, в общем-то, не боятся свое мнение высказывать и высказывать его согласно каноническому представлению христианства. Но вот люди вышли с плакатами, с цитатами апостола Петра, с какими-то цитатами из Библии. Таким образом они, в общем-то, оскорбляют православие, для меня непонятно. И вот я сидел здесь и думал на эту тему, стоит ли об этом говорить или не стоит. Это мое мнение, я в таких случаях говорю, вы можете за меня не голосовать, если вы с моим мнением не согласны. Как хорошо, что я никуда не баллотируюсь. Мое мнение таково, что люди, которые поклоняются Гитлеру, они менее вредны обществу, чем люди, которые поклоняются Путину. Парадокс заключается в этом. То есть люди, которые поклоняются Гитлеру, они, безусловно, совершают, может быть, моральное преступление в глазах каких-то людей. И я ни в коем случае их не, если действительно это так, я ни в коем случае их не как-то оправдываю, скажем так, да. Но Гитлер все свои злодеяния давно сделал. И Гитлер лежит в гробу, ну или не в гробу, где его там сожгли официально, да. И там много есть разных версий. Гитлер мертв, так или иначе, давно. И оправдывают они их действия, его действия или не оправдывают, поклоняются ему или нет. В нашем материальном мире ничего от этого не меняется. Мне от этого хуже жить не стало, тебе от этого хуже жить не стало. Нашим зрителям тоже жить не стало от этого хуже. А РПЦ, которая благословит войну в Сирии, РПЦ, которая, в общем-то, участвует в крупных коррупционных скандалах, в общем-то, с участием власти, ну и так далее, я думаю, все это не нужно подробно, скажем так, описывать. Они, в общем-то, участвуют именно в нашем материальном мире, ухудшают нашу жизнь, может быть, не напрямую, непосредственно, но способствуют таким действиям. Поэтому, в кого верить, в общем-то, думать вам, кого поддерживать тоже. Следующие новости перейдем. В Удмуртии школьник выстрелил в голову одноклассницы. Ну, я прям чувствую себя, может быть, мне тоже церковь свою организовать, я так иногда подумываю, я тоже чувствую себя пророком. Это шутка, безусловно, не хочу никого оскорбить. Говорил я буквально в последнем моем эфире позавчера о том, что, в общем-то, школьник выстрелил из ружья в свою, в общем-то, одногодку, да, в девушку тоже. И, в общем-то, она, я так понимаю, погибла в результате этого выстрела. Он говорит о том, что сделал это случайно. Это было несколько дней назад, и я сказал о том, что, к сожалению, такие случаи будут продолжаться. А еще раньше, если кто-то помнит, я сказал о том, что будут необоснованные проявления агрессии со стороны подростков и детей в отношении взрослых и в отношении друг друга. Я это сказал сразу после Хабаровских живодерок, когда еще не было нападения детей на пенсионерку, попытка ее убить. Когда еще не было случая, в общем-то, вот этих Бонни и Клайд, как их называют, хотя мне терпеть не могу это название, кто его придумал вообще. И не было вот этих случаев, да, выстрелов друг в друга. То есть я еще тогда сказал о том, что будет, в общем-то, вот эта волна. И она началась, и она продолжается. Вот в данном случае молодой человек, в общем-то, школьник, я так понимаю, принес в школу пневматический пистолет зачем-то. И, как он говорит, случайно выстрелил однокласснице в щеку рядом с глазом. Девочку немедленно гиспитализировали, я так понимаю, что жизни и здоровью ничего не угрожает. Пневматическое оружие, конечно, не представляет никакой угрозы. Как сказал один очень мудрый человек, случайно причинить вред, специально причинить вред из пневматического пистолета человеку невозможно. Зато очень легко это сделать случайно, да, то есть мы знаем кучу историй, как, в общем-то, люди пытаются использовать пневматическое оружие в качестве самообороны. И потом это пневматическое оружие оказывается в очень интимных местах, да, как в том анекдоте спили мушку у своего револьвера. Никому не советую использовать пневматическое оружие в качестве самообороны. А вот однако, когда вот такие случайные ситуации, да, и вышибают друг другу глаза, и иногда там вплоть до смертельных исходов, то есть нужно, конечно, с любым оружием быть аккуратным. Иногда даже вот пистолет, который стреляет пластмассовыми шариками, такой с пружинкой за 50 рублей, даже из него можно какие-то увечья нанести себе или окружающим. Поэтому будьте осторожны. Я вот сказал так, и сам подумал об этом, сказал о том, зачем ты принес пневматический пистолет в школу. А потом я понял, что я весь 9 класс ходил в школу с пневматическим пистолетом, вот. Но я был молод, горячий и глуп. Сейчас-то все иначе. Целый ряд подобных новостей. К сожалению. Связанных с подростками на Урале. Трое подростков забили насмерть банджан. Да, ну, классическая история, действительно, без доли иронии классическая. Подростки, 14-летние, в общем-то, школьники общались с 25-летним ранее судимым товарищем. То есть, судя по всему, это какая-то неблагополучная компания. Совершенно классическая история. Мы таких слышали, я не знаю, сотни и десятки. В общем-то, я так понимаю, что по какому-то недоразумению, возможно, в состоянии алкогольного опьянения, в общем-то, люди увидели этого бомжа, кстати, 35-летнего, 34-летнего мужчины, 34 года. Молодой мужчина, в общем-то, у него впереди вся жизнь. И вот всегда тоже возникает вопрос, как в 34 года, я понимаю, в 60 лет, да? Ну, можно скатиться, тем более люди, которые там в 90-х потеряли что-то, да, и сейчас докатились до этого 34 года парню. Не знаю, сложно как-то судить. Он, в общем-то, был бомжом. Его, как пишут, постоянно унижали эти подростки. А в этот раз, вот, в общем-то, унижения закончились избиениями и с очень тяжелыми травмами, с переломами глазных орбит, что уже само по себе ужасная травма. Ушибом головного мозга и кровоизлиянием в мозг его доставили в больницу, где, в общем-то, он скончался, не придя в сознание. Жуткая история. В очередной раз, то есть, люди, именно вы обратите внимание, то есть, подростки, они не только, как бы, какие-то насильственные действия, да? Но бывают случаи, когда человек, там, кому-то, я не знаю, подзатыльник дал, он упал и умер. Такое бывает очень часто. Но подростки в последнее время стали намного более именно жестокими, да? То есть, если происходят такие случаи, то они с какой-то долей жестокости, причем очень серьезной долей жестокости. Хабаровские живодерки, мы это видим. Те люди, которые бабушку пытались ножом убить, вообще убить пожилую женщину ножом, но это не каждый человек сможет, даже взрослый, даже вот какой-то такой повидавший, скажем так, да? Это надо обладать определенным складом психики, да? Или наоборот, раскладом психики. И вот тут точно такая же ситуация, то есть, человека забили до смерти, раскрошив ему практически весь череп, ну, наверное, как бы нормальные люди на такое не способны. То есть, это какая-то вот уже видна такая красная нить, которая идет через молодежь именно с отклонением психики на агрессию. Из-за чего это происходит? Ну, сложно сказать, наверное, эксперты должны давать этому оценку. В Иркутске избившая одноклассница школьник извинился перед ним. Да, тоже жуткая новость. С одной стороны, в Иркутске избил одноклассник школьницу, да, какую-то свою одноклассницу. Ну, как бы, может быть, это кощунственно звучит, цинично, но это такая классическая история, да, но, может быть, не совсем классическая, это, конечно, плохо, но такое часто бывает, но появилось видео в интернете, то есть, какие-то его, в общем-то, школьные друзья это все дело снимали, и, в общем-то, он там залепил-то ей очень серьезно. То есть, это не какой-то там подзатыльник или подножка или что-то классическое, да. Опять мы видим вот эту чрезмерную агрессию, то есть, парень очень сильно ударил девушку с размаха в голову, она упала, он начал ее добивать, и, причем, я так посмотрел на видео, но, конечно, одноклассники пошли, но как-то, знаешь, очень медленно, очень так в развалку пошли его оттуда как-то отводить, да, там, ну, пойдем-пойдем, вот в таком стиле. То есть, никто не бросился там сломя голову защищать эту девочку, вот это тоже парадоксальная ситуация. Не знаю, вот в мое время, в мое время, в мое-то время, при Сталине такой фигни не было. В мое время, конечно, разные бывали случаи, я вот сегодня тоже рассказывал романтические истории, как я своей однокласснице сломал ногу, и это абсолютно случайно произошло, я, не знаю, вот знаешь, даже я хочу сказать, мне стыдно, а мне не стыдно, а потому что я не виноват, где вот эта тонкая грань, когда человек виноват и не виноват. Вот, вот я в той ситуации был не виноват, но я поясню, просто люди сейчас испугаются, скажут, я тут живодер какой-то, маньяк. В начальной школе, в общем-то, бежал по коридору, завернул за угол, сбил девочку, она упала и сломала себе ногу, вот. Был, в общем-то, большой скандал, там, родители моих вызывали в школу, и говорили, как я ее преследовал, и, в общем-то, специально это сделал. Конечно, я это сделал не специально, и не было вот где-то этой грани, когда я принял такое решение, что я ей сломаю ногу. Конечно, я его не принимал, поэтому я, конечно, перед ней извиняюсь. Она нас не смотрит, но я перед ней извиняюсь. Вот, поэтому вот в данном случае, конечно, эта грань была, то есть это не случайность, человек принял решение, да, скажем так, может быть, там, в какой-то горячо себя вел, да, но начал избивать эту девочку, а теперь извинился перед ней. Ну, посмотрим, чем эта история закончится. Чите, военный избил 12-летнего одноклассника своей дочери и вытер об него ноги. Да, ну вот в обратную сторону мы видим, да, это, кстати, тоже такая классическая история. Если идут какие-то волны, то есть, там, насилие в отношении животных, то идут новости насилия в отношении животных, 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 и потом в конце животные насилие в отношении людей. То есть, я не знаю, как это работает, вот эти весы, да, противовес. Вот тут такая же история. Военный избил 12-летнего одноклассника. Я так понял, что он каким-то образом, в общем-то, оскорбил, причем долгое время оскорблял дочь этого военного, а теперь, значит, этому мужчине грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. И вот мать комментирует, что я не могу сказать ребенку, что можно об него ноги вытирать и заплатить потом штраф в 5 тысяч рублей. Наверное, это логично, но тут нужно понимать, что в любом случае, когда мы говорим о каких-то действиях детей в отношении одноклассников или каких-то взрослых людей, всегда их нужно пропускать через призму, что это дети, что они, в общем-то, ну, есть определенные к ним, как бы, скидки, да. Тут мужчина взрослый, военный так себя повел в отношении, как бы, ребенка, да, каким бы он негодяем ни был, все равно нужно где-то грань иметь, и поэтому, наверное, вот здесь я стал бы высказываться за то, чтобы какое-то более серьезное наказание он понес. Именно потому, что он, в общем-то, должен за свои действия отвечать с гораздо большей активностью, скажем, да, чем ребенка. Вообще сюжет для блокбастера. В Нижнем Новгороде пенсионеры молотком избили школьника за обстрел снежками. Ну, это вот примерно из той же оперы, что и предыдущая история. Но, естественно, я думаю, что все было немножко иначе. Говорят о том, что там кто-то, 11-летний мальчик, вместе со своими одноклассниками обстрелял окно квартиры снежками. Я думаю, что было иначе. Я думаю, что делали они это не впервые. Возможно, каким-то образом оскорбляли этих пенсионеров, да. Возможно, ругались матом, да, то есть как-то их обзывали. И, ну, пенсионеры – это такая категория граждан, которые, ну, они самые беззащитные, когда вот такие ситуации складываются, особенно когда это происходит между детьми и пенсионерами, да. То есть пенсионеры привыкли, что к ним должны относиться с уважением. А когда здесь такое яркое неуважение, у них может вызвать это неадекватную реакцию. То есть, конечно, нельзя бить детей молотком. А то сейчас скажут, что я тут призываю к насилию какому-то. Нельзя бить детей молотком, но и нельзя издеваться над пенсионерами. То есть дети привыкли, что они там поиздевались, убежали. А, в общем-то, ну, это пенсионеры. Это сложная категория людей. У Лугоградской области пенсионерка получила 5 лет колонии за убийство. Да, это вот, в общем-то, из той же оперы 77-летняя пенсионерка убила свою 72-летнюю знакомую. Ну, конечно, убийство – это тяжелое преступление. Безусловно, одно из тяжелейших. 77 лет пенсионерки. И ее отправляют в колонию. На 5 лет. Ну, я очень далек от мысли, что она доживет до 82-х лет в колонии. Поэтому я вообще не знаю, нужно вводить какой-то цензор, да. То есть, там, старше 70 лет вообще не сажать людей. Ну, только по каким-то сверх, там, я не знаю, каких-нибудь Чикатило, да, сажать. Сверх тяжким преступлением. А даже вот за убийство сажать, конечно, ну, просто не имеет смысла. Ну, тогда отправьте ее на смертную казнь. Ну, потому что это примерно то же самое. То есть, либо она будет 5 лет гнить в тюрьме, причем в той же самой тюрьме, где же все остальные находятся. У нас же нет каких-то спецтюрем для пенсионеров. Или тогда делать спецтюрьмы для пенсионеров, да, с более какими-то мягкими условиями, я не знаю, где бурт только пенсионера. Потому что тут, конечно, я как бы не хочу никого обидеть, но думаю, что долго не проживет эта 77-летняя пенсионерка. Нужно как-то это тоже иметь в виду, что есть такая категория людей, которые, пенсионеры, которые совершили преступление. И нужно с ними что-то делать. Но не отправлять их вот таким образом на смертную казнь, длительную смертную казнь. Знаешь, такая особенность, это как показатель. Когда в обществе что-то не в порядке, что-то очень-очень плохо, то первым это проявляется на подростках. Да, да, абсолютно верно, и на инвалидах, и на инвалидах, и на инвалидах. То есть вот меня тут говорят, что я вот прочитал какую-то, ну это несколько дней назад было, ты там прочитал какую-то новость и говоришь о том, что, в общем-то, она будет продолжаться, и она продолжается, так каждый может. Вот у нас сегодня нет ни одной новости про инвалидов. Вот я готов поспорить, что в следующем эфире или через эфир у нас будут новости, и, может быть, даже очень громкие новости, такое предсказание, где мой шар этот, шар Оха Саурона мне нужно. Вот, предсказание мое такое на ближайшее время, что будет какая-то громкая или, может быть, не очень громкая новость, касаемо, в общем-то, издевательства над инвалидами, или, может быть, даже со стороны инвалидов. Посмотрим, проверим. В Петербурге после проверки открыли станцию метро «Гостиный двор». Да, вот, казалось бы, обычная новость, это уже такая ежедневная, обыденность закрывают. Вот мы, как бы, говорили о том, что могут быть очень большие проблемы в московском метро, ну, потому что, в общем-то, метро на Ладан дышит, и у нас там работают соратники, рассказывают абсолютно жуткие истории о том, как там рельсы прикручивают друг к другу какой-то проволокой, ну и так далее. То есть это все очень серьезно может закончиться. А мы, в общем-то, почему-то из виду как-то убрали состояние питерского метро, потому что питерское метро, как оказывается, не менее опасно. Вот, в частности, нам присылают вот такие фотографии, вот так выглядит. Это, если кто не понял, течет потолок прямо на станции метро, причем течет очень сильно, то есть тут мы видим такие не очень глобальные последствия, скажем так, а нам прислали еще одну фотографию, она вот почему-то у меня не пошла. Я ее постараюсь перевести в другой формат и выпущу обязательно. Там, в общем-то, все глобальнее, да, то есть все более серьезно. Что такое вода в метро, где все работает от электричества? Ну, наверное, это очень как бы опасно может закончиться, в частности, возгоранием. Что такое возгорание под землей? Под землей, где, по сути, огромная труба, где, в общем-то, система вентиляции не везде работает хорошо, а если и работает, то не факт, что это, в общем-то, и хорошо будет, будет подгонять воздухом. Не хочу накаркать, и вот сейчас, не дай бог, что-то произойдет, скажут, что я там накаркал. Вот, но нужно, конечно, как-то, я не знаю, нам недавно рассказывали, что в метро там при входе будут раздавать какие-то шоколадки в рамках какой-то акции. Я думаю, самоспасатели надо такие эти пожарные раздавать при входе. Вот, заходишь на станцию, самоспасатель одел, и все, и занимаешься там. Едешь, куда надо, выходишь, повесил его на какой-то крючок, следующий человек одел. Ну, конечно, шутки с шутками, но это все очень не смешно может закончиться. Под Самарой товарный поезд врезался в бензовоз. Да, и вот это опять в рамках таких, это, оракула, моего оракула. Так, говорил я о том, что будут продолжаться аварии на железной дороге. В частности, вот, поезда сбивают людей, и сегодня сбивали, и вчера сбивали, я даже не стал брать, потому что это уже такая регулярная, можно сказать, новость. А вот столкновение поездов со всевозможными автомобилями достаточно редко происходит, но в последнее время это уже четвертый случай за неделю. Вот я вам, за полторы недели, вот я вам показываю последствия. Это как раз бензовоз, вернее, то, что от него осталось, после столкновения с поездом. Так что тоже в очередной раз ко всем обращаюсь, кто особенно пересекает часто пути. Мы знаем, как не отлажена эта схема, система, да, с шлагбаумами всевозможными на переездах. То есть где-то их вообще нет, а там, где есть, они работают как-то хаотично по своему там выдуманному сценарию. То есть мы неоднократно видели такие случаи, когда заезжает машина на рельсе, никаких предупреждающих знаков нет, вдруг она уже заехала, поднимаются эти шлагбаумы, едет поезд. И никуда отсюда деться нельзя. Если на легковой машине вы можете хотя бы как-то развернуться, попробовать маневр какой-то совершить, то на бензовозе это, конечно, невозможно. И вспоминаем, неделю назад я тоже самое говорил, вот слово в слово говорил о поезде, который врезался в мусоровоз. То есть опять такая же неманевренная машина, да. Поэтому будьте осторожны. И вот как-то не хочется мне проводить аналогии, но врезаются поезда в неманевренные автомобили на переездах. А до этого у нас была волна с ДТП с участием автобусов. Выводы сделайте сами. Так, ну давайте на какие-то вопросы поотвечаем. Во-первых, мне интересно в первую очередь ваше мнение на тему того, как вам сегодняшний эфир. Мы немножко изменили формат. И гость у нас сегодня был по скайпу с уникальной, можно сказать, информацией. И с ведущей у нас появился. Поэтому давайте какие-нибудь вопросы, рекомендации, предложения. Всем спасибо. Несколько минуточек, прям три минутки, потому что у нас там и вначале мы со звуком пытались решить. И, в общем-то, гость у нас тоже время занял в хорошем смысле, да. Почаще бы нам так занимали времена. Поэтому задавайте вопросы. Телефон работает, во-первых, лампа работает. Я вам даже... А, занята розетка, но она работает. Просто здесь лампочка не та, которая может работать с камерой. Новости, которые я рассказываю, не рассказывают Мальцев. Не волнуйтесь. Про теракты спрашивают. Это глобальный вопрос. Он требует глобальной аналитики. Конечно, как бы сказать, что в скором времени будут теракты. И потом они произойдут. И сказать, вот какой я, в общем-то, оракул, да. Но, наверное, не знаю. Нужно более детально. Нужно посмотреть, как сейчас будет глобальная политика развиваться. И к чему будет, в общем-то, это вести. Нужно ли затариваться консервами и крупами на 2017 год? Да, ну, сложный вопрос. Я все-таки надеюсь, что 21 век и 2016 год позволяет нам, ну, хотя бы не остаться голодными. Да, то есть, если нет денег, это одно. Но я надеюсь, что все-таки прилавки пустыми не будут. Больше встреч по скайпу. Да вы даете нам больше спикеров. И вы можете быть спикерами. Пожалуйста, подключайтесь со своих регионов. Рассказывайте, что у вас происходит. Пишите нам на электронную почту. Она есть в описании. Art.Zrение. Собака.Gmail.com Пишите нам в ВКонтакте. Там есть специальный даже раздел. Хочу в эфир называется. Пишите туда, о чем хотели бы поговорить. Я с удовольствием вас выведу, и мы с вами пообщаемся. Про Шерманова спрашивают. Да, у него был приговор. Ему дали, если я не ошибаюсь, 120 часов исправительных работ. Я думаю, что в ближайшее время, может быть, мы с ним тоже выйдем по скайпу. В рамках нашей программы, может быть, даже в следующем эфире он расскажет о том, что он думает по своему приговору. Пока Сережа думает, на всякий случай затарьтесь. Да, может быть, я и буду неправ. Но вот пишет, полки дерьмом завалены. Да, вот в этом как раз главная проблема, что сейчас... Почему был дефицит в Советском Союзе еды? Ну, так или иначе. Потому что она хоть что-то стоила. Она была... Это была еда. Мясо было мясо, там, крупа была крупой. А сейчас какой-то порошок там растворить за 3 копейки и продать его за 100 рублей. Ну, я не думаю, что этот порошок рано или поздно закончится, и там нам не будут его продавать. Поэтому такая еда, она не заканчивается, вот так скажем. Про футбол не разговариваю, потому что это причина для холиваров. Хороший вопрос. По твоему мнению, при Путине России еще 10 лет посуществует? Да, конечно, нет. Это очевидно. Вообще ни при каких условиях. 10 лет, да, я думаю, что даже если бы сейчас... Даже если мы представим, что не будет никакого пятого, 11, 11, 11... Даже если мы представим, что у нас 89, поддержка рейтинга Путина. При тех условиях, которые сейчас складываются, в первую очередь, экономические, ну, ни при каких условиях. 10 лет, да, даже 3 лет, я думаю, не будет. Тарас спрашивает, Навальному дадут избираться в президенты? Как думаешь? Хороший вопрос. У Навального оставили вот этот крючок. Это нужно понимать, да. То есть сейчас, конечно, все рады, и я тоже рад этой новости, что с него сняли обвинение по Киров лесу, но их отправили на доследствие. И в любой момент их могут обратно. То есть что такое доследствие? Это без всякого предупреждения там отправляют его обратно в суд на перерассмотрение, да. И это может произойти там за один день до того, как он подаст документы в Центр избирком, например. Ну, это во-первых. А во-вторых, мы все-таки думаем о том, что до выборов президентских-то, в общем-то, действующий режим не устоит. Нет, если, по крайней мере, они их не назначат на весну 2017 года, о чем разговоры есть. Но я, например, в это не очень верю, могу ошибаться. Это во-первых. Ну, а Навальный, в общем-то, в случае, если до выборов режим не достоит, то при новом режиме Навальный, вы шутите, это будет, конечно, один из, там, я не знаю, трех-пяти самых влиятельных политиков России, сто процентов. Какую он сам себе роль найдет в этой системе? Это вопрос, вопрос, наверное, для него. И я думаю, что он один из самых, скажем так, многополярных политиков. То есть он может работать, начиная от генпрокуратуры и заканчивая, там, я не знаю, председателем правительства, Госдумы, министром любым, причем, ну, не любым, там, может быть, каким-то профильным, да. То есть очень много его предназначений, какие только пожелает, скажем так. Посмотрим, как будет его политическая карьера развиваться. Тему в обочке. Ну, ведь Немцов предсказывал, что Путин уйдет аж в 2024 году. Не, ну, Немцов, во-первых, как бы это, может быть, кощунственно не звучало, не дожил до наших дней. И я это в том смысле, что он не видит того, что происходит сейчас. И Немцов предсказывал, что Путин доживет до, там, 2024 или какого-то там, 124 года, неважно. Он это предсказывал в 2010 году. В 2010 году, сами помните, сколько стоил доллар, сколько стоил евро, сколько была нефть, какова была российская экономика, какие были у вас зарплаты. Может быть, не великие там, но относительно того, что сейчас с экономикой происходит, все, конечно, кардинально изменилось. Вообще, это особенность российской политики, вообще, особенность политики мировой. То, что делать какие-то прогнозы долгоидущие очень сложно, потому что сегодня политика развивается одним образом, определенным, завтра она развивается кардинально другим. Но вы тогда можете со мной поспорить и сказать, почему же я не верю, что Путин там 10 лет еще простоит, если нельзя загадывать вперед. Но вопрос в том, что есть какие-то предпосылки для улучшения или ухудшения ситуации или нет. В 2010 году были предпосылки к тому, что ситуация будет ухудшаться? Ну, конечно, были. Ну, так или иначе, это всегда есть такие предпосылки, да? Сейчас есть предпосылки к тому, что ситуация будет улучшаться. Ну, вот я их пока не вижу, но я имею в виду в глобальном смысле. Ну, может быть, там на 0,5% там что-то улучшится. Да, только, в общем-то, что это рано или поздно все эти гайки сорвет. Вот к этому предпосылки очень большие. Привет, Тищ! В Подмосковье с вами. Передайте привет Данилу Семенову, Ярославу Морозову. Преданные ваши соратники. Даниле и Ярославу большой привет. Мы Тищем большой привет. Московской области большой привет. Я надеюсь, что уже, ну, завтра или послезавтра, в ближайшие дни я буду в Москве. Вообще очень люблю Москву. Вот Женя знает, я прям питаю особые чувства. Вот я заговорил о Москве, у меня же прям тепло вот здесь стал. Серьезно, очень люблю Москву. Это нисколько не иронизирую. Я прям... Москва – это мой город. Что думаешь о Савельеве и... А, и о его теории. Вы, видимо, про другого Савельева. Я... Савельева. Да, Сергей. Я думал, вы про Савельева, которая великая Россия. А Сергею Савельеву и его теории не знаком. Возможно, знаком, но не знаю, что это его теория Савельева. Поэтому можете конкретизировать, обрисовать в общих чертах. А я скажу, что думаю. Кто стоит за Кейсинджером, я как-то, знаете, не люблю разговаривать о каких-то глобальных вопросах. Это вообще такая определенная ошибка людская, да. То есть люди сидят в Саратове и рассуждают. Кто там за Кейсинджером, интересно, да. То есть мне как-то больше интересно, что здесь в Саратове, что здесь в Москве, что здесь в Московской области и во всех других городах России. Там, где я что-то могу изменить. Кейсинджер меня не интересует. Если кого-то интересует, это не значит, что, в общем-то, это не имеет права на существование. Москва – это гадость, брось. Москва – это прекрасный город, это столица России, это город с величайшей историей, культурой. И то, что там сейчас засели те, кто засели, к сожалению, да, это не вина Москвы, это, к сожалению, даже наша с вами вина. Мы, в общем-то, виноваты перед Москвой. Просит передать привет городу Сарову. Саров, да, привет. Я в Сарове был, правда, проездом. И единственное, что я помню про Саров, что я проснулся, спросил, где мы. Мы сказали, мы в Сарове. Я сказал, ага, и все. Больше я не помню. Потом я проснулся уже за пределами Сарова. Тимофей спрашивает, какова вероятность в будущем гражданской войны? Тоже глобальный вопрос. Наверное, больше такой в отношении Вячеслава Вячеславовича. Он любит и разбирается в этом. Я, наверное, меньше разбираюсь. Но мое мнение, что в гражданской войне не будет. Почему? Потому что в любой гражданской войне должно быть два лагеря, скажем так. Когда была гражданская война советская, ну, как бы красная, красные против белых, там было все логично. То есть была белая армия, которая давала присягу. Был религиозный контекст. То есть, как бы, кто бы не любил там Николая Второго, но был религиозный контекст. И это в том числе была религиозная война, так или иначе. В общем-то, представителей атеистического красного движения, да, и представителей православного, в общем-то, общества, и в том числе православных военных, которые присягу давали Богу и царю. Вот. А в данном случае, кто пойдет воевать за Путина? Я всегда задаю вот этот вопрос. Кто пойдет воевать за Путина? Вот эти студенты, которые за кашу там ходят на митинги, ну, я очень далек от этой мысли. Федоров. Федоров пойдет воевать за Путина? Ты думаешь, я знаешь, думаю, что Федоров первый пойдет воевать с Путиным как раз-таки. Нет, Федоров, он уже настолько погряз. У него был вот этот вот, как сказать, переломный период. У него была возможность из этого выйти. Серьезно, без шуток. Но потом он начал как бы упорствовать в своей ерезе, и сейчас у него нет ни малейшего шанса откреститься от Путина, да, то есть если сейчас он начнет даже вот сейчас, прям вот сейчас, через 10 минут он начнет бить кулаком в грудь и кричать, да я первый там воевал с Путиным, то все равно ему уже это не поможет. Кадыров про Кадырова пишут, но вы поймите, Кадыров у него будет свои интересы. И вообще у вот этой чеченской, чеченского там объединения, скажем так, у них есть Чечня, и им нужно будет решать вопросы в Чечне. и поверьте, там есть вопросы, которые им придется решать. Им будет просто не до этого. Да, вот нам тут рассказывают наши соратники, показывают нам всевозможные разные проекты, интересные, и я думаю, что мы будем, в общем-то, их рекламировать. Это вообще хорошая идея, если у кого-то есть интересные, хорошие проекты, которые требуют раскрутки популярности, и которые так или иначе, может быть, неизвестны большинству наших зрителей, то давайте мы их будем рекламировать. Вот в частности есть замечательный мультпроект «Путин, помоги». Вот, сегодня вышла... «Помоги», да, «Помоги». Сегодня вышла пятая серия мультфильма. Посмотрите, забавно, такой простенький, но в то же время креативный юмор, зарисовка такая креативная. Вот, и есть канал АРУ-ТВ, который, в общем-то, мультфильмы про Терминатора делал. Вот мультфильмы, где Мальцев-Терминатор там сносит всем голову на дебатах, это как раз АРУ-ТВ. Там наш соратник делает эти мультфильмы безумно креативно, и тоже советую всем посмотреть. Передайте привет Калининграду. Калининграду привет. В Калининграде все непросто. Калининград – это такая тоже спорная территория, к сожалению. Про Катасонову спрашивают. Если кто не знает, то появились слухи, что Катасонова получила гражданство Америки. Вернее, не гражданство, а сделала как бы запрос вид на жительство в Америке, я так понимаю. Но я очень надеюсь на адекватность местных органов миграционных, которые, в общем-то, проверят ее биографию. И я знаю, что в Америку попасть очень сложно. То есть туда даже на визу попасть сложно. У нас эфир. Вячеслав Мальцев небезызвестный. Всем привет передает. Ну, мы, в общем-то, плавно заканчиваем, потому что у нас уже через 40, даже через 38 минут будет эфир плохих новостей. Его никто не отменял. Всем спасибо за сегодняшний эфир. Сергей, покажи тату на левой руке. Я вот все избегал этого вопроса в течение двух недель. Представляешь? А ты пришел и развенчатель мифов таких. Не, ну я не знаю, в чем. Я не знаю, видно ли или нет. Все, кто, да, все, кто, не, а вот так не видно, ты как раз видишь. Короче, вот так как-то, да. Все, кто хотел, уже давно увидел на всевозможных фотографиях и так далее. Кто не хотел, как бы тот не хотел. Скоро появится вторая. Скоро это завтра. Да, скоро появится вторая. Но вы ее не увидите, потому что она будет в более сакральном месте. А тут я голый не буду вести эфир и надеюсь никогда. А вот, если не поспорю с кем-нибудь на хакку. На этой позитивной ноте уже, сколько у нас, 37 минут до начала плохих новостей. Со всеми прощаюсь временно. Спасибо, что вы нас смотрите. Ставьте лайки. Ставьте лайки, если вам понравился, в общем-то, новый формат двухсторонний, скажем так, да, с ведущим. Распространяйте это видео, потому что, в частности, вот эта первая часть про Воронеж, она сейчас действительно очень актуальна и уникальна. Мне очень приятно, что вот я такую какую-то уникальную информацию родил и вам предоставил. Это как раз то, в общем-то, ради чего я эту программу создавал. И эту тему надо более освещать, потому что там целая серия акций протестных, которые, ну, как уж завелось федеральными федеральными какими-то СМИ, да, игнорируются. Да, 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 да. И как раз таки я обращаюсь к вам, наши дорогие зрители, если у вас есть какая-то информация о акциях протеста, о каких-то, я не знаю, чрезвычайных ситуациях, о чем-то, что вам известно и о чем не говорят средством массовой информации, по крайней мере, во всеуслышание, пожалуйста, присылайте нам эту информацию. Если по каким-то причинам вы не хотите, там, чтобы вас видели или слышали, присылайте в тексте. Если вы не боитесь, то давайте делать скайпы и эфиры. Если кто-то там, я не знаю, за свою внешность переживает, но я вот не переживаю, я как-то это тоже вроде на красавца не похож, но тем не менее, давайте как-то аудиоформат скайпа используем. Поэтому мы готовы, в общем-то, вам предоставить эфирное время, а вы нам предоставляйте, пожалуйста, информацию. Прощаемся с вами до... до какого дня мы прощаемся, Евгений, скажи нам? Вторника. До вторника. Прощаемся с вами до вторника. Расписание наших эфиров будет пока еще меняться. Я выложу в группе, следите за информацией в группе. Я надеюсь, что мы сейчас примем оптимальный и удобный для всех график и будем выходить без перерывов и выходных. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok